Всем дорогие друзья, привет! И сегодня мы поиграем снова на второй линии. Да, в предыдущей серии по данной игрушке симулятора метрополитенов России 2D мы ездили по второй линии, только уже не Нижегородского метрополитена, а и, внимание, Новосибирского метрополитена. Поэтому, да, ездили по Держинской линии. Вот она, собственно. В этот раз мы проедемся тоже на номерном, но, ребятки, в этом метрополитене есть разброс. Либо выбрать номерной, либо выбрать 81717.6. Мы катались по Самаре на 81717.6, поэтому мы покатаемся на первой линии на данном поезде замечательном. Но и хотелось бы сказать о том, что остается не так много серий, поэтому смотрите внимательно, наблюдайте за процессом. Хочу сказать, что у меня есть свой телеграм-канал, где я, в принципе, кидаю очень много новостей, разных скриншотов с багами какими-то, поэтому подписывайтесь, залетайте, а мы начинаем. Вторая линия, не буду говорить, как она называется, потому что я могу ошибиться. Вот, ну а мы едем до станции Стрелка. Посмотрим на информатор, посмотрим на все, в принципе. Вот такой вот темненький состав у нас. Очень симпатично выглядит, на самом деле. Маршрут у нас будет сегодня четвертый. Так, до Стрелки все окей. Поэтому едем, включаем АРС, ЛС, дешифратор свет салона. И по совместительству включается вообще освещение, все. Ну и давайте вот эти три тумблера тоже включим. И вот эти две также. Ну и поэтому... И поехали. Все, у нас с напорной тормозной все в порядке, поэтому имеем право ехать дальше. Вот, к сожалению или к великому счастью, у нас все в порядке. И у нас, кстати, как вы видите, я решился все-таки осмелиться. Вау, интересная станция. Неужто данный метрополитен захочет порадовать меня какой-нибудь красотой? Потому что... Вау, ну уже можно даже скринить. Уже станция какая-то более-менее узнавающаяся. Звуки торможения вообще очень необычные. Необычные. И у ППС работало. Так. Здесь какие-то звуки. Не знаю, от чего это зависит. Но... Либо от линии зависит. Но здесь какие-то звуки тоже не совсем такие обычные. Тоже смотрите. Получается, этот метрополитен... Ну, как бы не знаю. Посмотрим, как он будет себя показывать. Но также, конечно, интервалы немаленькие. Вот, давайте будем объявлять и слушать на информатор. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция. Фурнаковская. Необычно. Очень необычный информатор. Но смотрите на данные линии. Чем примечательна данная получается линия? Тем, что она супер-мега короткая. И поэтому видео так же получится короткое, как и в предыдущий раз. Но я вам просто говорю, обещаю. Мы проедем более длинные линии данных городов. Чуть-чуть попозже. Вы обязательно ожидайте. Вот. Просто я хочу, допустим, взять 81.717.6 в одном случае. Сейчас я на нем не особо хочу ездить, честно говоря. Вот. Это первая причина. И вторая причина. Все-таки, может быть, выйдет скорейшее обновление. Потому что разработчики хотят работать так же не над одной этой игрой. Насколько мне известно. Так. Ух ты. Тоже красиво. Вау. Смотрите. Красиво. Довольно сильно поезд протянулся. Звук какой-то... Ну, прям необычный. Да, что-то как-то у этого поезда очень отличительно это все дело выглядит. Ну, вот так вот. Конечно, мы очень сильно проехали рейку. Но здесь как-то срабатывает, не знаю, тоже УППС быстро. И мы не доезжаем. В Москве такого как-то нету, не знаю. Может, это я разочился просто управлять данным поездом. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция. Канавинская. Поэтому поехали дальше. Канавинская. Вот была канава. Люди вдохновились канавой. И назвали в честь нее станцию. Ладно, это все шутки от меня, конечно. Я не знаю истинного названия, причины названия данной станции. Ну, чисто так. Шутеечка небольшая. Смотрите, на Т1 поезд тормозит какого-то бока. В предыдущие разы он же не тормозил вообще, не вспомните. Интересно. Супер-мега интересное. Супер-мега интересное. Чего так? Тоже смотрите на правую сторону, получается. Я разберу схему, так и быть. Я надеюсь, не сработает ничего сейчас. Все работает. Ну, почти. Не, на торможение на низкой скорости. Очень, очень специфичное какое-то. У данного поезда, на данной линии. Я думаю, что это на данной линии такая особенность. Ну, вот здесь почему, допустим, у нас дверь открывается на правую сторону. Хотя станция, ну, как бы сделана вроде... Как бы все предвещает на идеальное какое-то, не знаю, расположение всего. Но, смотрите. Не знаю, это, ну, просто не Третьяковская какая-нибудь, да. Где по одному пути едет состав с Калининской линии, по другой с Калужско-Рижской. Ну, как-то такое. И это, ну, как бы не Китай-город. Да, там тоже такая ситуация немножко. Все уже закрылись. Московская. Кто бы сомневался. Кто бы сомневался, что не будет какой-нибудь Московской. Насколько я знаю, она очень красивая. Станция Московская будет здесь, в данном метрополитене. Что-то у меня кашель першит, ребят. Очень неприятно разговаривать. Да, это та станция, и она будет на превьюхе однозначно. Да, эта станция очень красивая, и она, по-моему, очень там много станционных путей. Да, это очень такая знаковая станция в Нижнем Новгороде. Вот, и остается у нас буквально пару станций. К великому счастью или к сожалению для некоторых, но... Да, видео скоро подойдет к концу. Это просто ужасно. Ладно. Я возмущен, да. Извиняюсь, ребятки. Я не могу поправиться. Очень долго болею. Вирус до сих пор держится. И я говорил то, что еще какая-то станция будет, да. Но... Все-таки следующее у нас будет конечный. Это очень печально. Вот, потому что вот эта, получается, линия выходит еще короче, чем предыдущая, которую мы снимали обзор в прошлом видеоролике. Это, ну, прям... Прям такое себе, хочу сказать. Когда линия очень короткая, это... Ну, мы привыкли то, что, наверное, уже в Москве там были линии, где можно было кататься по 40 минут, по часу там. Станция Стрелка. Тоже красиво. Ну, я сегодня плохо езжу. Непонятная какая-то физика, честно говоря. И вот, смотрите, конечная станция. И здесь, как и в прошлый раз, народ не особо стремится выходить. Он, наоборот, как бы по анимке заходит. Ну, примерно, ладно, по расстоянию такая же вторая линия, как и Держинская. Вот эта вот, Саремовская, там, какая-то там. Можно было посмотреть, да. Допустим, сейчас мы перенастроим. Саремовская, Мещерская. Здесь я правильно прочитал. Вот. Ну, довольно симпатично. То есть, в отличие от предыдущего, да, метрополитена, мы сделаем такой вывод. В отличие от предыдущего метрополитена, который мы смотрели здесь, все очень даже красиво. То есть, Нижегородское метро, в отличие от Новосибирского метро второй линии, да, вот эта вторая линия, она намного красивее. Вот. Держинская линия просто не стоит рядом. Поэтому, смотрите, очень много людей набилось в поезд. Мы можем, смотрите, вот так вот сделать все. Свет не работает. Ну, и да. Как бы все, смотрите, ребятки. Остается нам, получается, снять обзорчик на первую линию Новосибирского метро 2D. И, конечно же, на первую линию Нижегородского метро 2D. И, скорее всего, в одном случае мы проедемся на номерном, а во втором случае мы проедемся на номерном, который с точкой 6. Ну, тут реально составов мало, и все-таки в заключение хочу сказать то, что игра вообще не стоит таких денег. Чисто не знаю, наверное, сидят разрабы и курят просто что-то. Потому что, ну, вот, получается, деньги такие берут и строят на как раз-таки фанатах. Реально. На фанатах серии и то, что, как бы, они уже имеют два хороших, мощных проекта, которые в свое время очень неплохо так залетели и пользуются очень бешеным спросом, популярностью. И поэтому они, как бы, могут такие деньги устанавливать себе. Но это тоже, как бы, не по-человечески. Максимум за такую игру, ну, 200, не знаю, 50 рублей. Это, ну, вот прям, я бы считаю, край, наверное, который можно было бы вообще вот здесь вот показать вам. Но, ладно, хорошо, даже 200 рублей. Вот это хорошая цена. Ладно. Опять-таки, допустим, что у нас симулятор, как бы, вот этого ленинградского метро 2D стоит 180 рублей, 150 стоит московского метро 2D. А этот, как бы, в два раза больше, чем симулятор, получается, московского метро 2D. И получается, что получается. Я очень часто говорю это слово. Ребят, я знаю, что вы отключили этот видеоролик. Ну, кто смотрит, кому интересно, тот, в принципе, слушает меня. Ну, так вот, здесь контента, по идее, должно быть, ну, в два раза больше, чем в симуляторе московского метро 2D. Но здесь его меньше, чем даже в предыдущей части игры, которая вышла чуть-чуть позже, чем симулятор московского метро 2D. Это симулятор ленинградского метро 2D. Ну, как бы, ожидаемо, что здесь будет больше контента. Контент здесь есть только уникальный. Уникальные линии, ладно, но на уникальности можно сыграть. Ну, ладно, 50 рублей можно все-таки было немножечко снизить, и игра бы стоила уже более приятных денег. И, ну, как бы, эта разница не особо большая, но в совокупности все-таки, наверное, это играет какую-то роль, и многих останавливает. И не мотивирует покупать данную игру. Поэтому, если кто-то из разработчиков смотрит на меня, то делайте, пожалуйста, скидку, и игру продавайте дешевле. Потому что это реально... Да, есть фишки по типу реверса, да, есть фишки по типу дэшки измененной. Но она здесь не вписывается вообще в данные, получается, составы, данные линии, потому что они были открыты позже, чем дэшка эксплуатировалась вообще. То есть, ну, как бы, дэшку вывели из эксплуатации к тому времени, когда открылся здесь самый, наверное, старый метрополитен, если я не ошибаюсь. Потому что я смотрю, многие метрополитены, там, с 80-х годов, а дэшка ездила, там, до 75-го какого-то года или что-то такое. То есть, ну, как бы, дэшки уже точно не будет, и дэшка точно не эксплуатировалась бы. Вот, ну, как бы, да. Хочется больше составов, но, понятное дело, то, что в основе ездят номера. Вот, такая вот претензия. Ну, понятно, что больше ничего и не поставишь, кроме номеров, которые здесь реализованы хорошо. Ладно, ждем поезд Казань, поезд, еще один пришелец ждем. Вот, ну и что? Москву ждем, в окраске какой-нибудь казанской. Потому что в Казани есть Москва. Я видел, конечно, не лично, но, тем не менее. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.